У нас есть одна большая проблема, что товарищи руководители региональных МВД, больших городов, они часто устраивают соревнования для себя. Потому что подъехать невозможно, нет парковок, или, например, люди, которые не обладают аккредитацией, они могут передвигаться в узком пространстве. Это проблема, скажем, которая была в Сочи на тестовых соревнованиях, потому что большие дядьки из ФСО постоянно контролировали переход одних людей из одной ячейки в другую. Поэтому, собственно, наши зрители, они не чувствуют свободы на соревнованиях. Понятно, что антитеррористическая угроза это очень важно, но соревнования должны проводиться не для милиции, а для людей. Я с ужасом жду, на самом деле, оставшихся двух дней, потому что, чтобы мне подъехать на такси к стадиону, показывая аккредитацию товарищу милиционеру и всем остальным, пришлось просто торговать лицом, как это мы говорим. И из последних сил пропустили, но до конца не пропустили. То есть, хотя я приехал сюда работать. И это проблема, которая сопровождает бесконечно все спортивные соревнования в нашей стране. Пришел ли ты на футбол, на хоккей или куда-то там еще. То есть, вот ты лишен пространства для маневра. Ты не можешь выйти из стадиона, потому что у тебя нет на это возможностей, там, ты не в тот ярус сел. Уфа очень здорово постаралась для того, чтобы сделать этот чемпионат, потому что я видел этот новый асфальт, я видел очень трассы хорошие, новые. Я видел расширенное большое стрельбище. Я видел стадион, который способен принимать крупнейшие соревнования. И Уфа – это город, который любит биатлон. И вот не случайно именно здесь состоялось такое хорошее возвращение Максима Чудова, всероссийский любимец, человек, который отсюда продвигал биатлон. И поэтому, собственно говоря, многие люди пришли болеть за него. Другой вопрос, что все-таки не хватает большого количества зарубежных гостей для того, чтобы мы могли оценить, насколько Уфа, скажем, справляется с большой организацией этого всего. Но, говоря про Фанты-Мансейс, говоря про Уфу, я хочу сказать, что есть Сочи, где будет этап кулькумированный в этом году, помимо Олимпийских игр. И есть славный город Тюмень, где сделано невероятно много для того, чтобы биатлон был качественный и мирового уровня. Поэтому я за то, чтобы в конкуренции этих замечательных городов, есть Чайковский под Перми, где отличный стадион построили, есть Остров под Псковом и так далее. Вот пускай мы выберем два лучших стадиона, два лучших города, которые будут отвечать всем требованиям с участием безопасности, проживания, дорог и так далее. И, собственно, там будут проходить соревнования.